Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн, я нахожусь в пригороде Чикаго и совершенно не случайно я сегодня сижу вот в этой белой шапочке, которая называется «Скуфья», потому что сегодня у нас наша конференция посвящена очень важной теме, которую ожидают многие, а именно исламу, духовной традиции, серьезному течению, конфессии, которая называется «Ислам, мусульманский эгрегор». Сегодня у нас здесь с нами Ирина Подзорова. Здравствуйте, Ира! Здравствуйте! И у нас сегодня Хамид Дадаев, он находится в Чечне, в городе Грозном. Приветствую, Хамид! Здравствуйте! Сегодня мы будем задавать вопросы по очереди с Хамидом, у него есть вопросы, он мусульманин, и у меня тоже есть вопросы, я буду представлять тех мусульман, которые нам эти вопросы прислали, тем более, что я сам, может быть, для кого-то это секрет, может быть, нет, я тоже мусульманин, в том числе. Я принял ислам, хотя нахожусь в разных эгрегорах и во многих других тоже, и это мне не мешает. Ир, кто у нас сегодня вместе с нами здесь? Да, хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями, и сегодня присутствует рядом представитель планеты Ислер, мой куратор, Мит Гаскаус, биолог, психолог, специалист по инопланетным формам жизни, а также два представителя планеты созвездий Орион, которая называется Томисоут. Это одна из раз наших создателей, физических наших тел, и как раз жители этой планеты инициировали контакт с авиийского полутора в VII веке, которого с жителем Магометом, с которого с этого контакта начало движение религии ислама, контакты последующих событий. Хорошо. Значит, у нас сегодня здесь присутствует из Томисоута, первого представителя Томисоута зовут... Сейчас. Липор, ну... Липорнус... Липорну... Нет, не... Липор... Липорус, так. И... Ну, он будет здесь просто присутствовать, он является специалистом по формированию религиозных эгрегоров, и он пришел вместе со своим учителем. Да, он здесь просто Липорус будет присутствовать. Да, он здесь просто Липорус будет присутствовать. Его учитель тоже здесь присутствует. Это воплощенный на Томисоуте, его зовут Абшатарим. Абшатарим это и был тем самым Томисоутсом, которого в исламе знают как Архангела Жабраила. Да. Архангел Жабраил. Он еще воплощен, не вышел из воплощения, говорит, на Томисоуте. То есть это он и передавал Коран Мухаммеду, это был не Архангел Гавриил, которого мы знаем как мир аккаунта с планеты Бурхата, это вот был Жабраил, которого мы сейчас знаем как Абшитарим с планеты Томисоута. Абшитарим, да. Это его имя на Томисоуте. Нет, это Томисоут. Хорошо. Хамид, ты хотел прочесть молитву, насколько я помню. А, да. Так, небольшое вступление. Я хочу всем знакомым, друзьям всем сказать, что не думали, что я немножко сдвинут, никуда меня не затягивают. И прошу всех принять вот это вот интервью нормально. Более чем когда-либо сегодня у нас очень здраво в уме. Но вопросы, которые у меня появляются, вот в связи с этим была просьба обвести вопросы. Так, теперь, все наши начинания ежедневно, куда бы мы ни собирались, что бы мы ни делали, совершаем мы покупку или поездку. Когда мы видим первые шаги нашего ребенка, всегда мы говорим «Бисмиллай рахмани рахим». Это первая сурра из Корана называется «Аль-Фатиха». «Бисмиллай рахмани рахим». «Аль-Хамду лиллай, Раббил ал-амин, ар-рахмани рахим». Вот с этой первой суры начинается Коран. И все действия, которые бы мы не совершали, все благие, все наши начинания, мы начинаем вот с этого. И я хотел бы, может быть, есть много, которые не знают. Если необходимость, могу перевод сделать, Ирина, первой суры на русском языке. Очень короткий, если можно, совсем короткий, я хочу сказать… Да, у нас не так много времени, давайте больше, наверное, вопроса оставим, может быть, если только короткий. Очень короткий. «Аль-Хамду лиллях», во-первых, это означает «все хвала Аллаха», это я уже от себя говорю. «Аль-Хамду лиллях». И пусть вот с этими словами как раз и происходит вся наша запись. Прошу, короткий перевод. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу мирову, милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния. Тебе одному мы поклоняемся, тебя одного мы молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодействовал, не тех, кого пал гнев и незаблудчив». Коротко, вот. «Аль-Хамду лиллях» еще раз. Спасибо большое, Хамид. Большое спасибо. Я задаю первый вопрос, и дальше мы уже к твоему перейдем. Мой первый вопрос такой. Почему в Коране утверждается, что все предыдущие религии были отменены с приходом ислама, и почему считается, что ислам, так говорится в Коране, это последняя религия, которая вот передается? Отвечаю, да. Я тот, кто передавал большинство текстов, ну, большинство слов, которые стали позже текстом, да, благодарю. Я непосредственно Магомету, который был его куратором, и сейчас остаюсь с ним на контакте, хотя он сейчас в духовном мире, а я еще в материальном, воплощен. Да, я отвечаю на этот вопрос. В Коране не сказано, ну, как бы нет такого прямого, нет такого прямого слова, что именно заменил все религии. Там имелось в виду, что на Аравийском полуострове, на который меня послал Межзвездный Союз, в том числе, и плюс еще мои духовные наставники из Духовного мира, то есть это как договор был. В Арабийском полуострове было множество религий. До еще рождения Магомета, он сам родился в религиозной семье, и эти религии предусматривали поклонение и почитание многих богов, духов природы, духов предков. Ну, традиционное для Земли, у вас это называется, да, связь с духами природы, которых ваши предки почитали как богов. И религии были неоднородные, то есть нельзя сказать, что это было там поклонение какому-то многим богам, которых звали одинаково. Нет, это были разнородные культы в разных местностях, которые в том числе становились причиной, как раздоров, между разными жрецами, шаманами и так далее, разных культов и их последователями. В том числе по этой причине было принято решение объединить арабские народы и те народы, которые жили рядом под началом единой религии. И именно для этого было сказано в Коране, что существует только один бог Аллах, и те, кто в него верит, являются ему покорными, ну, как бы, идут по его пути. И под Аллахом сразу хочу разъяснить, кто это. Под Аллахом понимается не Магомед, не его дух, под Аллахом понимаюсь не я, а тот, кто принес эту весть. Под Аллахом понимается только Творец Вселенной. То есть только Творец Вселенной, Творец всех миров. Он так и называется, Творец всех миров. Вы как бы тоже это передавали мировым нам. Под мирами подразумеваются и те, которые, цивилизации, которые живут в звезд, ну, по-вашему, наполните, они так и различные тонкоматериальные цивилизации, так и духовные фиуры. Это Создатель всего. И он действительно существует один. То есть тот, кто является причиной всего, он действительно один. И тут имеется под словом, что ислам заменил религии, он заменил не все религии, а имеется в виду, он заменил только те, должен был заменить только те, где люди поклонялись многим богам. То есть политистические культы. Действительно, это было одной из задач этой новой религии. Что касается религии, которые были до ислама, и которые признавали одного бога, в Коране это нисколько не порицается и не призывается заменить на ислам. Это право человека. Понятно, спасибо. Пожалуйста, Хамид, твой вопрос, начиная с первого. Смотри, мой вопрос уже почти он ответил, где находится дух Магомеда и кто куратор. Этот вопрос уже подробно. Дух Магомеда в духовном мире, он сейчас на 22-м, ну да, он сейчас на 22-м уровне, ну, это значит ангел консультом. Да, он ангел консультом. Но он сейчас не воплощенный? Он сейчас не воплощенный. Все? Он в духовном мире. И он говорит, что с ним общается. То есть он выходит из тела и поднимается к нему и сам с ним общается. Или Магомед с ним. Ну вот как вот они общаются. А куратор его, когда он был воплощен, я был его непосредственным куратором. Хотя у него были контакты и с некоторыми плазмоидными организациями, и были контакты с представителем Пурхада. И с Мирахкаунтом он тоже встречался, но уже значительно позже и в моем присутствии. Ну это с представителем Пурхада, Мирахкаунтом, который в христианстве называет Архангел Гавриил. Это мой друг. Просто он с другой планеты. Это друг и мой сотрудник. Я немного моложе его по возрасту, если смотреть, по возрасту Земли. Ему 6000 лет, а мне около 4000, 3900. Упоминается в Коране. В Коране считается все-таки, что именно Архангел Гавриил всюду в переводах передавал Корану Мухамеду. Это просто неточность, это ошибка. На самом деле это был Джабраил, а все перевели как Гавриил. Вот в этом дело. Ну, мы когда, я вступала в контакт с Магомедом, я рассказывала о Михаиле, еще Архангеле он говорит. Я рассказывала Архангеле Михаиле, я рассказывала о Гаврииле, о Гаврииле, и тоже говорил, что они передают это учение, как бы поддерживают его. А так, как Магомед слышал о Архангеле Гаврииле, то есть о христианстве, о христианских учениях он уже знал, ну, как до контакта. То есть мы с ним об этом говорили, что о христианстве он знал, он бывал с караваном, он бывал в областях, в которых жили христиане. То есть он с ним общался, он знал об этом учении. И мы с ним об этом говорили, и когда я сказала, что это учение об Аллахе поддерживается в том числе и Архангелом Гавриилом, и Архангелом Михаилом, он так и написал, что это учение от них. Ясно, хорошо, спасибо. Кто является управителем Грегора, мы тоже уже поняли, это Мухаммед, значит, сейчас очевидно. Мухаммед, еще там, вообще у нас пять хранителей Грегора, пять торгов рекламы и пять хранителей Грегора. Назови, пожалуйста, их пять, пятерых. Это сам Мухаммед, это является я, это является Абухашим, не знаю, какой. Это является Исмаил Бухари, и это является Исрафиил. Ясно, спасибо, спасибо. Они все находятся в Духовном мире, названы? Да, все четверо, кроме меня, находятся в Духовном мире, ну вот в данный момент, вне воплощения. Вот я воплощения. Ясно. Теперь мой вопрос следующий. Скажи, пожалуйста, в каком виде был полет пророка Мухаммеда или Магомеда, кстати, скажи, как лучше его называть. В каком виде был полет в Иерусалим, который называется Исра, и в каком виде был вознесение, которое называлось Адж, это вознесение на небеса. Как это все происходило, и то, и другое. В Иерусалиме он там встречался, значит, молитву была у него общая, насколько я помню, с Иисусом и с Моисеем и так далее. Вы понимаете, я, вот он сейчас об Штариме говорит, да, он мне говорит, я, да, у Магомеда были в том числе и физические контакты с нами, и со мной, и с представителями Бурхаза. Но во время физических контактов ему показывали базу на Луне, причем ее томисовское отделение, ну как бы отделение томисового-то, показывали базу на Луне. Также показывали саму планету Танисоу, показывали планету Бурхат, а также ему показывали Землю. Ну то есть его привозили в некоторые, да, ранним утром его привозили в те города, которые он просил, чтобы его перенесли, и он там, ну как бы, он не мог сам туда попасть. А для этого, чтобы побывать в них, он просил это сделать из нас. Но в этих путешествиях мы еще учили его, ну как, покидать тело, то есть мы с ним совершали духовные путешествия, когда он находился на нашем корабле. Мы делали, когда он совершал духовный выход, полет, астральное путешествие. И мы ему показывали духовные уровни, где находятся ангелы, там, духовные существа. Он встречался с Моисеем, например, с его духом и так далее. То есть, ну, Моисея к нему там спускался. Этот контакт тоже был при мне. Когда он возвращался из этих путешествий, я знаю точно, что он не все записывал, и тем более не все записывал сразу. То, что он записал потом. Так, как вспомнил в любом случае. То есть, это были астральные полеты, получается, да? Это были астральные, и это были физические тоже. То есть, он и о физических, и об астральных писал, но не обо всех. На физическом уровне он встречался с кем-то из вот этих личностей? Иисус, Моисей и так далее? Моисей был в духовном мире, когда был воплощен Магомед. Он физически находился на корабле, Магомед. Но во время этих физических контактов я ему показывал астральные путешествия. И во время этих астральных путешествий я его водил к тем личностям, которые его интересовали. Когда он говорил о крылатом животном, которого звали Барак, Мухамед или Магомед, что он имел в виду, которая его перевозила в Иерусалим в частности? Что это за символ? Когда он говорил о крылатом животном... Я его перевозила на своем корабле. Он мне сейчас показывает корабль, но он выглядит как шаг. Такой белый, да. А почему он написал на животном, но это я ему так посоветовал, чтобы не вызывать излишнего недоверия к себе, что он сказал, что летал на корабле в том мире, где не было даже машин. Все понятно. Спасибо, Хамид. Четвертый вопрос твой, пожалуйста. Они даже могли быстрее в звере... Он говорит, потому что людям было тогда легче это представить. Это было в их создании. Ясно, спасибо. Вопрос о контактерах, пожалуйста, твой. Четвертый вопрос. Существуют ли контактеры сейчас вообще полностью в мусульманском мире? На данный момент. Существуют везде контактеры, существуют во всех эгрегорах. Значит, почему вот оно относится к передышему вопросу? У Мухаммеда были и физические контакты, но в Коране не указано, а в последующих писаниях сказано, что земной человек не может встретиться с инопланетянином. Прочитай, пожалуйста, это, где написано. Ну вот, в Коране нету этого. В Коране нету. После Корана очень многие начали составлять предания. Это характерно для любой религии. Нужно знать контекст. Сынопланетянин, это нужно для его же безопасности. Понятно. Ну, понятно. Значит, это... Секунду. Значит, вот эти последующие писания или там, не знаю, что в этом роде, но никто не может сказать, но этого никем не дано ведь. Он же имел физические контакты. Магомед имел, да. Не было этого. Это все придумано. Ну, привнесено потом вот это. В Коране этого нет, что не могут общаться люди с инопланетянами. В самом Коране этого нет. В Коране есть слово, которое переведено как инопланетянин? Нет. Нет, это потом привнесено. Там написано, что он пошел через семь небесах, там-то, там-то, на разных планетах побывал. Вот это указано. Когда написано, что он побывал на разных планетах и в то же время видел, что это рай, ад, там, бога, ангелов и так далее, это в любом случае астральное путешествие. Но в то же время, когда пишут, что его перенесли физически, когда он пишет, это говорит о том, что у него был контакт физически. Здесь уже нужно понимать то, что когда он был физически на корабле, его дух отделялся и уже летел в духовный мир. Тот, кто понимает отличие физического путешествия от астрального, хорошо понимает, о чем я говорю. Да, я тоже понимаю, Ирина. Ну, главное, чтобы слушатели нас поняли. Давайте дальше пойдем. Ну, что, я сейчас объясню, ладно. Короче, когда он приходил на корабль, он ложился в такое положение, и этот Жабраил ему говорил, что делать, чтобы дух его вышел из тела. И он одновременно был и в физическом контакте, и одновременно был в духовном путешествии. Все тут непонятно. Все понятно. Он был и в физическом контакте на корабле, и в то же время они еще водили его в духовный мир и в астральный мир. В то время, когда физически он был на корабле. И оно все между собой совмещалось, и потом уже в описаниях это несколько наложилось одно на другое. Наложилось, да. Хорошо. У меня вот вопрос как раз в продолжении этого же. Скажи, пожалуйста, Абшитарим, есть ли какие-то критические искажения? Что-то там добавили или прибавили, может быть, или в собрании сур, или в хадисах, может быть. Приведи какие-то конкретные примеры искажений, если там они есть. И вот в то же время в Коране сказано, что эту книгу Творец не даст исказить. Если пророк от себя добавит или убавит что-либо, то наказание ждет его. Так вот, вот тут еще есть дополнение. При составлении Корана, по историческим данным, там участвовал имам Али. Если были искажения, почему он это не предотвратил? Ну, то есть, вот все об искажениях возможных. Нет, то, что существует, то, что я знаю на арабском языке, ну, как бы, в Эгрегоре есть записи, да, об этом. То есть, я никаких искажений из того, что передам... Из того, что я передавал информацию, и как Магомед ее понял, и как он описал в следующей своей картине мира, и как это сейчас, спустя практически там полторы тысячи лет, я никаких не увидел искажений по сравнению с первоначальными записями Магомеда и его последователями, которые за ним записывали. Другое дело, что искаженным могут быть отдельные переводы. Искаженными неумышленно, потому что, чтобы переводить такой текст, нужно быть самому очень... не просто грамотным человеком в арабском языке, а нужно быть духовно просвещенным человеком. Нужно понимать, о чем идет речь, и переводить строго следует... то он не будет точно передавать то, что хотел сказать Магомед. Нужно некоторое соответствие тем древним понятиям современным искать. А это только возможно духовно... Это только может сделать духовно мудрый человек, да. Спасибо. Пожалуйста, пятый вопрос, Хамид. Только уже не надо происскажения, а вот первую часть пятого. Коротко, значит. Есть, значит, определенные противоречия между суннитами и шиитами. Коротко, коротко, есть, кто здесь прав, кто не прав. Есть ли где-то искажения? И о суфизме, пожалуйста, здесь. Несколько слов о специфике суфизма. Ну да, суфизм... Пусть суфизм тоже будет. Абшталин говорит, что между суннитами и шиитами противоречия существуют из-за того, то некоторые последователи Магомета уже после его разовоплощения они неверно поняли, изначально они неверно поняли, по какому принципу следует наделять властью, ополномачивать властью в своей общине людей, то есть религиозных лидеров. Как стоит выделять религиозных лидеров? Это противоречие сначала было небольшим, но по мере этих противоречий... Они не были сами по себе противоречиями. Сейчас я подберу аналог. Несколько мнений, которые не мешали этим людям друг друга любить и делать добро. Но по мере того, как религия ислам укреплялась на Аравийском полуострове и становилась больше мусульман, и тем более, когда последователи ислама начали приходить к политической власти, все это противоречащее друг другу мнение вышли на открытое противостояние. По той причине, что не было полного понимания того, кто имеет право руководить религиозной жизнью верующих. Изначальное понимание, которое передавал я, естественно, было такое же, как и на Томи-Соуте, как и на Пурхаде, что руководить должен верующим во-первых, кто в себе это призвание и кто достоин по своим делам. То есть выполняет сам все нормы этой религии, при этом является добрым, любящим, милосердным человеком и кто имеет, естественно, желание и организационные способности. Некоторые последователи Магомета, они восприняли из окружающих, ну, как бы из своих прежних знаний, домусульманской, до того, как из своего прежнего воспитания, они восприняли идею, что власть может передаваться только по крови. Да, это... Но... Эта идея, она является основой монархизма вообще любого на Земле, и она является искажением изначального знания о духовной власти, потому что так мыслить могут только те, кто является в большей мере материалистами, так как они обращают больше внимания на тело, чем на дух. То есть... Значит... От одной семьи, от одного отца, от одних родителей могут произойти совершенно различные деятели, ну, то есть, воплотиться духи с уровня, с абсолютно разными задачами. И в эти задачи может совершенно не входить управление каким-то процессом. То есть, по праву вообще нормы Межзвездного Союза любые в том, что власть, она не передается ни по крови, ни по наследству. Она передается только по качеству. Естественно, Межзвездный Союз выступает против всякого кастовости и так далее. Абшатарин, так как ликвидировать противоречия между... Иначе мы сейчас уйдем в сторону между Суни... Противоречия все-таки нивелировать, чтобы не было вражды. Нивелировать... Признать. Все-таки довериться Богу всем и Суни-там, и Ши-итам, довериться Богу в этом вопросе в том, что те правители, которые были сразу после Магомета и которые не признаются шиитами, они не смогли бы возглавить общину мусульман, если бы не было на то воли Аллаха. Мне все понятно. Это был важный самый главный вопрос. Спасибо. Хорошо. А по поводу суфизма. В чем вот эта роль духовная суфизма и можно ли его кстати сравнить с иудейским Кабалой? Я бы не стала тут сравнивать именно с Кабалой. Это разные учения, у них разные предпосылки. Кабала это больше изучение Торы и некоторых книг, основанных на ней, которые говорят о духовном мире и с точки зрения и нумерологии и иных символов. И также бывает, да, есть кабалистические книги, которые написаны даже не ивритом, а таким языком, который понятен, ну, как шифром. Ну, понятно. Хорошо. А суфизма? Да. А суфизма вообще не состоит в изучении книг. То есть я очень часто видел суфи, в которых не то, что не читали Коран, они вообще не умели читать. Но, тем не менее, они, что такое суфи, это человек в исламском, в рамках исламского религиозного эгрегора, в рамках религии, для которого любовь к Богу является самой высшей ценностью. Он тратит на достижение этой любви и на ее поддержание в себе различными образами, аскетизмом, молитвой, милостыней и так далее. То есть у них там разные методы есть. Но он тратит на это практически все время воплощения, так как считает, что тратить время на воплощение на иное он не может, так как время этого воплощения коротко, и он не знает, когда покинет это тело и предстанет перед Аллахом. И желает предстать перед ним в том состоянии, в котором он находится, когда с ним в соединении, как через духовный канал. А соединяться он может, только постоянно помня об Аллахе, произнося ему молитву в своем сердце и естественно с любовью относясь к окружающему и к самому себе. Жизнь это несколько напоминает некоторых бахахтов в Индии. Да. Так-то так ибо того, что подобная жизнь в созерцании Бога и в отказе от таких-либо удовольствий не потому, что они плохие, а потому, что они могут отвлекать чувства, такая жизнь, она является малосогместимой с жизнью в материальном мире и тем более с преуспеванием в нем. Такие люди часто, даже если приобретали материальное богатство, они просто из-за своего сострадания раздавали его нищим и даже продавали свои последние участки и так далее, тоже помогали нуждающимся, а сами жили, ну, в принципе, можно сказать, в пещерах и так далее. То есть это были отшельники, часто среди них были отшельники не потому, что они хотели уйти от грешного мира, а потому, что у них просто не было другой возможности существовать в этом мире, если они что-то не отдавали. ну, в целом, про суфизм. Хорошо, я задам следующий вопрос, скажи, пожалуйста, насколько важно совершать четко ритуалы в полной мере, которые есть в исламе, является ли хоть в чем-то отход от них каким-то серьезным грехом, например, обязательно ли делать именно пять намазов в день, а если делать три или четыре, насколько это, так сказать, страшно. Ну, и дальше здесь есть конкретные вопросы, насколько это критично, осуществить хадж, паломничество в Мекку, делать закят, это обязательная милостыня, держать бороду, как тут написано, держать, или, то есть, сохранять бороду, если сбрить, то это во многом считается грехом, ну, и так далее. Вот все эти ритуалы, я их перечислил, ну, мы сейчас к Рамадану еще подойдем, ну, вот, уже понятно, о чем речь. Знаете, насчет намаза, дело в том, что это число пять, которое присписано пять намазов в сутки мусульманину, это вовсе не является случайно произвольно выбранным числом. Дело в том, что по нумерологии, по закону нумерологии, который прекрасно известен мне и другим представителям исламского религиозного эгрегора, число пять является символом, да, в нумерологии число пять является символом человека, так как у земного человека, во-первых, на руке пять пальцев, а во-вторых, число пять по своим вибрациям, внутренним качествам числа является так, ага, символом верховной власти. Так вот, символ человека и вибрации верховной власти, то есть некоторого лидерства, управления процессом, все это вместе взятое является символом власти человека над самим собой. и если читать нам естественно сам человек решает, будет ли он пять раз читать намаз или нет, но я просто рассказываю о важности этого, что это число не просто так, если он придерживается этих норм, этим он помогает своей духовной природе, своему духовному разуму властвовать на своими инстинктивными проявлениями, потому что именно число пять помогает ему держать такую вибрацию, которая способствует его духовной силе и усилению его веры. то есть это не просто бессмысленный догмат, а это дано в помощь верующему для его укрепления на нелегком пути к свету. Ну хорошо, вот борода. Насколько критично не сбривать бороду мусульманина? Сбривать бороду? Да, вот есть вопрос, важно ли значит, а сбривать возможно это грех, ну как бы так считается очевидно где-то в исламе. Насколько это важно иметь бороду? Насчет физического тела, насчет физической внешности это не является грехом, так же как носить бороду или сбривать бороду, это личное предпочтение человека. Не может быть грехом и не может быть добродетель это нейтральные абсолютно вещи, которые не относятся к духовной жизни человека, но опять же если человек не придает им такого значения. А считают ли паломничество в Мекку тоже чем-то критичным для мусульманина, если он не осуществил в течение жизни ни разу хадж? Насколько он считается хуже, чем тот мусульманин, который это сделал хотя бы раз? Закон хаджи был не просто так и на самом деле он является довольно мягким. Я хочу подчеркнуть, что шариат вообще является довольно мягким по отношению к человеку закона. Он гораздо мягче в некоторых своих проявлениях, чем та же кора. особенно в чьи наказания преступлений. Так вот насчет хаджа. Хадж это не так он хадж он больше помогает человеку увидеть дорогие законах хаджа он помогает настроиться человеку увидеть хотя бы раз в жизни физически дорогое его сердце место. Но если человек объективно не способен по своему материальному положению или физическому здоровью посетить это место хотя бы раз в жизни физически и у него нет людей которые могли бы ему в этом помочь то есть Аллах не послал то в этом абсолютно нет никакого греха. Здесь имеется ввиду при возможности посетить это место а также считается добродетелью если богатый материально обеспеченный мусульманин за счет своих средств поможет осуществить этот хадж тому кто не способен это сделать это считается добродетелью и за это Аллах вознаграждает тысячу раз почему это считается важным это важно для того чтобы те люди которые зарабатывают так деньги чтобы они их тратили не только на дома какие-то товары различных богатств золото и так далее а чтобы они могли тратить эти деньги материальные средства и на свое духовное развитие так как направляя на это путешествие они вспоминают о Магомете и делают это ради него они же не просто приходят в Мекку для того чтобы обойти весь город и посидеть во всех кабаках нет не для этого они приходят для того чтобы посетить самые дорогие сердца места самые дорогие сердца мусульманина места и вознести поклоны и любовь Аллаху да шестой вопрос про пострамадан и в основном физическое мы уже знаем духовный характер но я хочу уточнить про духовный характер Рамадана в чем смысл но это пост который я быстро скажу для тех кто не знает это в течение ну примерно там это все в мае происходит в течение примерно месяца в дневное время суток нельзя ни есть ни пить а до восхода солнца и после заката можно и у меня дополнительный вопрос а не наносит ли это физический вред вообще организму когда люди наедаются потом ночью а значит весь день они голодают в течение по сути месяца мусульмане об этом знают но не знающим пускай да конечно я хочу о том что Рамадан он был придуман он как бы в честь праздника вообще установлен этот пост он установлен не просто так он установлен праздника или установление таких ограничений первая цель это развитие в себе для тех народов которые как я уже говорил были я сейчас хочу сразу пояснить обширатарин говорит что народы среди которых распространялась весть о мусульманстве для них требовалось вот такое вот воздействие более физическое то есть чтобы они могли проявить свою веру им требовалось сделать это не просто с каким-то словом или верой а именно физически в чем-то себя ограничить потому что такова была их психология когда они при свете солнца в этот период не поглощали пищи и воды они это делают когда они не поглощают пищу и воды они это делают не просто так а по любви к Богу к Аллаху то есть они терпят несколько жажду и голод потому что верят что если они что-то съедят или выпьют Аллах их не то что накажут он как бы увидит и они не хотят чтобы любовь к чему-то материальному мешала любви к Богу то есть это такой первый это вот момент развития любви все это делается не просто так а для того чтобы посвятить Богу этот тухок это развитие естественного терпения силы воли то есть это умуждает более трезво относиться к своих грехам например то есть человек который может терпеть жажду и голод он с большой вероятностью сможет с большей осторожностью относиться к своим желаниям там уже другим а почему именно в светлое время нельзя а потом уже в темное время можно сколько по сути ну в основном все что угодно есть и не вредно лет да я хочу сразу подчеркнуть что довольно большие категории людей освобождаются от наблюдения этого поста и естественно это все люди которые призваны больными которым необходимо которые плохо себя чувствуют вот также вообще должны по правилам освобождаться беременные женщины ну если они сами хотят то конечно там уже тоже под наблюдением медиков там дети старики довольно большая категория освобождается полностью это больше всего значение для мужчин воинов которые нужно понимать что их воспитывали в том числе как воинов которые могли неделями передвигаться по пустыне без воды и там или с малым количеством и с небольшим и с небольшой горской финик и условия в те времена были довольно суровыми и вот так вот воспитывали в том числе выносливость почему ночью можно потому что если лишить воды и пищи или даже просто пищи на долгое время и на день и на ночь это уже нанесет физический вред человеку цель этого поста вовсе не такая чтобы наносить вред цель это такая чтобы развивать в себе терпение смирение любовь покаяние а нет ли вреда физического когда человек день не ест а потом ночью сильно наедается и так целый месяц в том что здесь тоже воспитательный момент в том что можно вечером и ранним утром пока не взошло солнце принять два раза пищу понемногу то есть ранним утром пока не взошло солнце не обидно но не обидаться не обидаться здесь уже именно момент того что ты везде не ела а потом ты естественно мечтаешь об этой пище то естественно человек начинает как-то ее в излишнем поглощать ну да в излишнем количестве но здесь опять же важно как я уже сказал момент терпения постепенности то есть человек должен понимать что если он сейчас немного никакого вреда это ему не нанесет причем эти ограничения вот этот вот месяц и естественно очень хорошо что средства которые остались у человека на который он не купил себе пищи и воды и жидкости в дневной период очень хорошо направить не просто на свой счет а на благотворительность это вообще смысл любого пусто спасибо большое Абшитарим скажи пожалуйста а почему символами ислама является полумесяц вы знаете это не только символ ислама полумесяц символом очень древних религий которые имели происхождение как с неба от контакта но сам Магомед знал об этом символе видел ну как видел он его знал он его рисовал только не на бумаге а вот как на песке я не показываю и часто очень это было символом что этот человек если этот человек создал религию он был на той же самой лунной базе луны еще часто это было символом духовного астрального мира так как именно ночью когда все выходят в астрал люди их астральные тела появляются луна тоже было очень часто символом и плазмоидных контактов так как очень часто магические ритуалы которые за которые отвечали плазмоидные цивилизации совершались ночью когда появлялся луна описать чудо раскола луны пророком махаммедом вот он мне сейчас говорит максуторин он мне сейчас показывает что это был прилет корабля тумисоуцев они как в виде шара это был прилет корабля тумисоуцев и он был в момент как битвы то есть одно племя арабов которое приняло магомета оно сражалось с нами которые не приняли которые хотели их как уничтожить у них украсть ну то есть какой-то материальный интерес был и в этот момент он мне сейчас показывает как появился корабль тумисоуцев и сделал такой визуальный эффект ну а он был похож на свет он такой светло-желтый шарта побольше но эта ночь она была сама по себе безумная появился и потом все эти воины как бы увидели его а да Джабраил говорил меня в этот момент в корабле не было но я был на базе там были другие ну как бы тумисоу и да он говорит что чтобы эти воины разошлись этот корабль создал такой визуальный эффект когда плазменное поле впереди себя создал такой же ну как шар и сам и так получилось как будто он разделился на две половины как две луны стало да две луны стало а потом все поняли что это имеет отношение к Магомету потому что он перед этим молился как бы Аллаху чтобы он послал победу и все поняли что это имеет к нему отношение потому что как бы луна ну вот они посчитали что его молитва расколол луну его молитва по его вернее не он сам расколол луну а именно тот кому он молит то есть что Аллах он настолько против войны и вот эти вот битвы и так далее что это произошло в моих глазах и а это их устрашило и они все разошлись как бы ну нет вот духовный смысл многоженство и омовение с одной стороны все знают что это чисто физическая чистота гигиена но опять же с духовной стороны что означает я хотел бы акцентировать внимание как раз на многоженстве и тут еще спросить в отношении того что многие хотят на это акцентировать внимание да да но это неудивительно и акцентировать на том что ведь в Коране сказано что в раю для мужчин их мужчин будут ожидать ангелы-женщины гурии и определенное их количество причем девственницы как все значит знают вроде когда вот пожалуйста прокомментируйте эту информацию которая ну вроде как существует в Коране ну вот вообще говорит видите в каких образах я показывал Магомету и его и не только Магомету но его последователям смысл вообще пребывания в духовном мире но вот в таких образах которых они вы поняли таких образов но не представляли они себе больше удовольствия в любом случае уж что было они себе представляли удовольствие именно с девственницами и не просто с женщинами а именно с девственницами именно вот для Магомета я прекрасно его помню настроение его настроение насчет женщин насчет женского пола мы с этим об этом много беседовали и на самом деле у него было несколько жен насколько я точно помню девственница которая у него была одна или две остальные были люди женщины которые уже были не только раньше замужние но и с детьми это у Магомета но для него как и для любого представителя его народа считалось высшей честью что именно будет он первый у женщины я конечно расспрашивал мы с ним общались почему это так важно и важно ли это вообще и я поняла с того общения что да это действительно важно для мужчин земли и здесь я могу сказать что действительно с психологической точки зрения ну как бы с психологической и духовной точки зрения первый мужчина который появляется у женщины он во-первых вызывает у него большую любовь большее доверие потому что он у нее первый партнер который показывает вступать в этот контакт но это действительно увеличивает как увеличивает вероятность того что она будет что эта девушка будет любить этого мужчину увеличивает вероятность этого потому что у нее первые чувства которые еще не обожжены разочарованием от других отношений он тоже с большей вероятностью может научиться любить излюбленности может вырасти любовь у того кто у него первый тоже он еще он еще не собрал блоки вот сейчас мидга сказал что я подсказываю благодарю его он больше знает именно как психологию с точки зрения энергетики он еще не накопил блоков по отношению к женщинам поэтому ему проще любить и раскрыть свою терцию что касается ну да и поэтому девственность она считалась не просто больше физического удовольствия приносит мужчине а больше именно духовного удовлетворения что он является ее учителем уставником и так далее и Магомед и те последователи его родственники и друзья которым он передавал мою вещь они часто не представляли себе больше удовольствия чем вечно соединяясь с девственницами в тени там садов и так далее понятно ну спасибо представления что касается многоженства знаете многоженство существовало очень-очень давно практически во всех народах земли этому была причина в древности она была очень актуальной в воинах погибало много мужчин на охоте погибало много мужчин и те женщины которые оставались без мужчин и без своих мужей без женихов и так далее если у них не было мужа они становились беззащитными беззащитными членами общества так как практически не было профессий в которой женщина могла в древнем обществе себя реализовать и обеспечить всем занимались мужчины так как не было во-первых практически не было современных наук как сейчас на земле не было тех видов искусства которое могло бы обеспечить человек это было чаще всего занятием каких-то нищих которым давали подаяние заработать тебе на жизнь можно было только довольно грубым физическим трудом или торговлей чтобы заниматься торговлей обязательно охранники и сам человек должен быть физически крепкий иначе было просто обокрали разбойник понимать что время было довольно опасным занятием торговли женщине было очень сложно без мужчины без отца без брата без мужа быть независимой в этом обществе поэтому оставшись без мужа или не обретя его женщины могли пойти по самому простому пути и стать представительницами той профессии которая предоставляет половые услуги мужчинам за деньги но это подрывало и моральные устои в обществе и способствовало распространению разнообразных болезней и так далее поэтому древние люди прекрасно зная о последствиях таких такой жизни женщин как бы не то что придумали да у них появились законы о многоженстве задолго до мусульманства задолго до христианства очень давно у них появились такие законы о многоженстве которые защищали в первую очередь женщин и защищали рожденных в таких браках детей но это была дополнительная нагрузка на мужчин так как он становился ответственным за уже нескольких женщин согласился из-за этого в древнем мире было много злоупотреблений когда было множество жен у какого-либо богатого человека или правителя или купца даже религиозного деятеля которым было много у которого было много последователей и он обращался с ними несправедливо потому что их было множество он одних притеснял других приближал к себе иных выгонял и так далее когда я прилетел к Магомету и стал изучать общество в народах в народе вокруг него как его городов тоже было обычай многоженства он был совершенно беспорядочен с моей точки зрения и поэтому я и другие ведущие специалисты Мирзвездного союза в том числе Мираккаунт в этом принимал участие конечно же представители Десару у которых до сих пор планеты Десару у которых до сих пор существуют эти нормы разработали закон справедливый я и сейчас так считаю для того чтобы это многоженство могло быть не для прихоти мужчин а для защиты женщин детей и для их общего развития на пути Аллаха то есть к вере любви милосердию и вере но многоженство является вовсе необязательным для мусульманина и более того оно накладывает на него столько обязательств по отношению ко всем женам что сейчас судя по эгрегору сейчас все больше и больше мужчин мусульман распочитает одну жену Абшатарим большое спасибо еще хочу успеть задать поэтому если можно очень коротко вторая часть вопроса Ахамида о духовной составляющей физического омовения перед намазами это духовная составляющая это так называемая ритуальная чистота тоже есть во многих очень религия древних религиях духовное ее значение состоит в укреплении грегора вот сейчас настоящего почему это было введено в ислам по той причине что вот он сейчас говорит представление древних людей о богах которые еще были до исламские представления древних людей о богах очень часто предполагали физическое очищение либо подготовку тела для общения с богами именно поэтому этот побычий остался и в иудаизме большей частью и в исламе потому что введя старые понятия вот новый религиозный эгрегор так людей приучали идти по новому пути Аллаха единого бога перенося старые обычаи и модернизируя их так чтобы они приносили больше пользы чтобы они имели больше смысла и так далее почему здесь уже стоит задать вопрос почему так была ритуальная чистота для древних поклонников богов потому потому что чистота она предполагала очищение от тех выделений тела например или там следов энергетики других людей которые мешали соединяться с различными плазмоидными цивилизациями в данном случае конечно для духовного контакта с богом ангелами это не имеет такого внесено для того чтобы укрепить новую религию старыми представлениями в исламе как в христианстве и как иудаизме и во всех религиях созданных между союзом такое правило все лучшее для человека из иных культов мы берем на мы берем для развития в новом эгрегоре точно так же получилось и с обрезанием его значение еще в иудаизме но еди оно единое это посвящение себя богу своей души но люди которые являя да которые не изучали эти религии они будут удивлены какое значение душа имеет к тому органу мы просто уже отвечали подробно этот вопрос не тратить время уже мы знаем ответ тем более я видела этот процесс на картинках можно было без образов обойти мы знаем уже я прошу обшитарим давай не тратить время мы знаем об обрезании мы уже об этом говорили мы понимаем духовный смысл у них был самый священный орган и так далее там все хорошо у меня есть важный вопрос скажи пожалуйста правда ли что на самом деле смысл понятия джихад это не столько священная война с неверными сколько это война со своими недостатками прежде всего внутри и в этом контексте слово джихад это тоже означает воин который борется со своими недостатками а вовсе не убивает кого-то каких-то людей вокруг себя понимаете спасибо за этот вопрос я его ждал обстоятельно я сейчас скажу очень важную вещь в Коране и шариате и сунне есть законы которые давались именно для военного времени но они ни в коем случае не должны переноситься на мирное время что такое законы военного времени это тогда это законы того времени когда кто-либо уничтожает ну как войной идет на народ мусульман на беззащитных женщин детей чтобы что-то отобрать чтобы сменить религию ну там с разными целями тогда вступает в действие законы военного времени о защите и и и она поди ну то есть да когда в Коране читаете убить неверного здесь имеется ввиду неверующего в ислам совсем нет для духовного человека понятно что имеется ввиду убить неверного того кто отступил от пути веры с Бога до такой степени что он покушается покушается на жизнь человека это считается неверным не держится никакой религии кроме своего эгоизма и высокомерии и желания уничтожить другого вот если его невозможно остановить иными методами то заваляется убить а так в Коране в исламе как и в любой религии есть естественно заповедь не убить если и причем в Коране есть неоднократные упоминания я сам их давал Магомеду о том что если человек верующий в иную религию ислам живет с вами в мире вы не имеете права касаться ни его ни его имущества это неоднократно подчеркнуто да и здесь имеется именно о мире что касается джихада шахида и тому подобных понятий это слово родственное слово шахада то есть исповедание веры джихад должен быть в первую очередь теми злыми силами которые провоцируют любого человека на снижение своих вибраций и удаляют от Бога джихад должен быть тем демоном или низковибрационным плазмоидом который находится невидимо возле практически каждого из людей для того чтобы сбить его с пути к Богу но джихад он не должен сопровождаться ненавистью к этому падшему духу он должен сопровождаться вниманием к себе чтобы не согрешить в душе и он должен сопровождаться борьбой вот с этими злыми мыслями то есть не с ним самим а с этим мыслями высшая степень джихада как и сказал пророк Иса известный вам это любовь к своему врагу потому что она делает человека непобедимым в том числе если этот враг духовный если он невидим и является джинном шайтаном или самим Иблисом это не значит что вы должны его бояться или ненавидеть ненависть и боязнь снижают ваш личный каче уничтожает ваши личные добрые качества и делает беззащитными перед этими злыми сущностями если вы всегда будете держаться света всегда будете выбирать хоть и трудный но праведный путь и будете вести джихад со своими инстинктами то и будете направлять свет любви всем кто желает вам зла то вы поистине станете победителями и Аллах наградит вас во всех мирах где вы будете я благодарю всего за этот ответ Хамид я обещаю тебе что мы через месяц постараемся провести если надо будет вторую часть конференции поэтому если что-то мы не успели сейчас ничего не потеряно я спрашиваю тебя у нас еще есть время на один вопрос от Хамида или уже нет на последний вопрос от Хамида последний вопрос любой Хамид а что мид гаскаусу можно конечно мид он хорошо значит у нас у врачей считается высокий рост это заболевание гипофиза через внутренние секреции существует значит был человек ростом 3 метра является ли это как врачи утверждают заболеванием или это у нас как говорится передано через гены от Томисоидсов да это в том числе активизация генов Томисоидсов но если это сопровождается патологиями внутренних органов то есть неравномерно развивается тело туда это может как бы заболеванием то есть это тело органы тела они могут расти неравномерно например некоторые сухожилия ну вот как некоторые кости могут там расти быстрее чем сухожилия например или наоборот это может причинять боль в теле и некоторые органы отличаются это был очень физически здоровый человек и при том здоровый это не болезнь но рост 3 метра высотой до сих пор есть почему-то все наши врачи утверждали что большой рост это заболевание гипофиза но это не если это не причиняло ему никаких неудобств физических болезней то нет это не заболевание но конечно же имея такой рост практически ну намного превышающий например рост людей ему было бы сложно например я думаю вашему обществу тем более завести себе друзей там или семью и так далее искать тем более таких людей которые понимают Хамида скажи ты врач по профессии нет я я зоотермик но я очень хорошо разбираюсь в вопросах биологии анатомии физиологии и так далее гормона роста которая вызвана как раз вот этим генетическим она кстати может не только с рождения проявляться она может эта генетика она может включиться в процессе жизни вот это вот производство гормона хочу поблагодарить всех мусульман и немусульман которые смотрели нашу программу и считаю еще раз напоминаю я тоже мусульманин я принял ислам впрочем я нахожусь в других эгрегорах считаю очень важным наш сегодняшний разговор и надеюсь что мы его еще продолжим поэтому большое спасибо за внимание до новых встреч в эфире до новых встреч друзья до свидания всем благодарю всем большое спасибо до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok